Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас наконец-то новости по игре Eurotrack Simulator 2 и DLC Iberia. В последнее время SCS Software очень уж дозирует, конечно, новости по DLC Iberia, оно и понятно, потому что DLC ожидается у нас только в конце ноября, начале декабря этого 2020 года, но уже во втором полугодии, то есть вот в этом, которое сейчас началось после выхода DLC Iberia для Eurotrack Simulator, я думаю, новостей будет побольше и они будут более интересны. Ну а сегодня они решили у нас рассказать про энергетику в DLC Iberia. Давайте зачитаем статью, посмотрим видео, которое они в последнее время постоянно вместе с постом выкидывают в инстаграме видео, посвященное этому, ну и на замечательный скриншот. Пиреневский полуостров является вторым по величине европейским полуостровом по площади, приблизительно с 53 миллионами жителей, спрос на электроэнергию больше, чем когда-либо. Так кто же делает Испания и Португалия, чтобы обеспечить достаточное количество энергии для всех? Одним из многих способов достижения этой цели является использование современных источников энергии, вместо традиционных источников, таких как уголь для выработки электроэнергии. Одним из наиболее популярных современных источников энергии являются солнечные панели, которые используют солнечную энергию в качестве источника электричества. Эти области, покрытые тысячами солнечных панелей, обеспечивают значительную часть электроэнергии Испании. Другим источником энергии, типичным для Пиреневского полуострова, является ветер. Эти мощные ветряные турбины могут производить достаточное электричество для питания около 1500 домов. Конечно, есть и другие источники, вырабатывающие электроэнергии, чтобы удовлетворить весь спрос. И мы предлагаем все усилия, чтобы представить эту важную отрасль в предстоящем DLC и BI для ETS 2. С каждым DLC, SCS Software, конечно, пытается добавлять какие-то новые префабы, даже не пытается, а успешно это делает и в большом количестве. Ну и они решили заняться, да. Если у нас ветряки, так называемые, уже существуют в игре очень давно, то солнечных батарей я не припомню. Тем более, судя по некоторым скриншотам, к ним прям можно будет подъехать. Это, по-моему, очень круто. Кстати, в инстаграме как-то появилась у нас уже карта будущего DLC Iberia. Эта карта появилась в аккаунте Tobii Gaming, когда они проводили совместный ивент с SCS Software. Потом это удалили. Но мы видим уже, сейчас вы видите на экранах, будущее DLC. Может, для кого-то эта информация оказалась подрезной. Ну а на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.